Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы изучаем нужные английские конструкции и выражения. Сегодня поговорим о выражении, которое очень не помешало бы иметь в активном словарном запасе. Оно так и переводится. Очень не помешало бы. Было бы очень кстати. Это выражение could use something. Допустим, накануне вы засиделись допоздна за просмотром сериала и на следующий день чувствуете себя невыспавшимся. В этой ситуации можно сказать I could use some sleep. Мне очень не помешало бы поспать. Мне нужно поспать. Или можно сказать I could really use a cup of coffee. Чашечка кофе была бы очень кстати. Как видите, слово really можно использовать для усиления этой конструкции. Обычно выражение could use something говорится, когда вы испытываете потребность в чем-то, и вы этого еще не получили. По сути, это заменитель глагола need, но более интересный и менее в лоб собеседнику. То есть, если вы выскажете свою потребность, использовав выражение could use something, это будет звучать мягче, менее требовательно. Оно часто употребляется в речи, и запомнить его несложно. I could use something. Буквально, я мог бы использовать что-то. I could use a cup of coffee. Я бы мог использовать чашечку кофе. I could use some sleep. Я мог бы воспользоваться сном. Давайте посмотрим еще примеры. I could use some help right now. Мне сейчас очень пригодилась бы помощь. I could use some help right now. I could use a place to work in silence. Мне нужно место для работы в тишине. I could use a place to work in silence. I could use your support. Мне нужна твоя поддержка. I could use your support. Конечно, это выражение можно употребить, говоря не только о себе, но и о ком-то или о чем-то другом. He looks as if he could use some rest. Он выглядит так, как будто ему нужно отдохнуть. He looks as if he could use some rest. He could use a shower. Ему не помешало бы принять душ. He could use a shower. He could use some new clothes. Ему нужна новая одежда. He could use some new clothes. My dog could use some training. Моей собаке не помешала бы дрессировка. My dog could use some training. My place could use some cleaning. Моя квартира нуждается в уборке. My place could use some cleaning. После слов could use стоит или существительное, как в примере He could use a shower. Или герундий, как в примере My place could use some cleaning. Could use something также можно заменить синонимом, выражением Could do with something. Значение остается прежним. I could do with some help. Помощь для меня была бы очень кстати. I could do with some help. I could do with a cup of hot tea. Мне очень не помешала бы чашка горячего чая. I could do with a cup of hot tea. Я думаю, вы заметили, что перевод на русский язык может быть разным в зависимости от ситуации. Нуждаться, быть очень кстати, не помешало бы, очень пригодилось бы и так далее. Попробуйте перевести следующие несколько предложений на русский язык и напишите в комментариях то, что у вас получится. Надеюсь, что этот урок был для вас полезен. Оставляйте свои отзывы и собственные примеры с выражением Could use something в комментариях под видео. Смотрите полезные ссылки на бесплатные ресурсы для изучения английского языка в описании. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...